В 2010 году в Сахалинской области вступил в силу закон о социальных гарантиях молодым специалистам. Это активировало приток кадров в учреждения социальной сферы. В 2013-2014 годах в Ахинский район для работы приехал 31 специалист. Один специалист в сфере спорта у нас работает, 18 специалистов в сфере здравоохранения и 12 в учреждениях образования городского округа Ахинский. Казалось бы, цифра достаточно солидная, но учитывая количество учреждений и постепенная проблема того, что возраст специалистов в учреждении социальной сферы, планка все поднимается выше и выше. Хотелось бы, чтобы молодые специалисты приезжали к нам чаще, в большем количестве. Мы всегда их ждем. Чтобы закрепить вновь пребывающие кадры, органы местного самоуправления и руководители учреждений оказывают молодым специалистам поддержку. Решение проблемы обеспечения жильем взяла на себя администрация городского округа, а на местах создаются оптимальные условия. Очень много направлений, которые определяются в этой социальной программе по привлечению молодых специалистов. И они направлены не только на денежное поощрение, но и на стимулирование самих педагогов, молодых специалистов. Если молодой специалист в течение шести месяцев заявляет о себе в образовательном учреждении, то он получает 250 тысяч. Ежемесячно молодой специалист получает 40% к своему окладу. Кроме того, что денежное поощрение получают молодые специалисты, конечно же, еще и существует такое понятие, как материальное стимулирование молодых специалистов. Во-первых, молодые специалисты большое внимание уделяют своему профессиональному росту. Они работают в районных методических объединениях, они принимают активное участие в школе молодого учителя, участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства. Также, вне всякой очереди, получают квартиры, благоустроенные квартиры. В целом, образовательные учреждения района расширили и омолодили свой кадровый состав за последние два учебных года на 12 человек. Я работала уже в школе, училась в институте и работала в школе три года. И сюда приехала, других вариантов искать не стала. Пошла в школу опять. Я не знала о подъемных, о жилье, когда шла. Узнала уже в процессе. Если девочки, ну или мальчики, да, приезжие, то есть с жильем проблема в Ахея существует, и получить жилье, я думаю, никому не будет лишним. И подъемные, то есть у нас получается, с каждым годом увеличивается сумма. Сейчас это, если вы после окончания института приехали в течение полугода, подъемные 250 тысяч. На уровне муниципалитета работает совет молодых специалистов. Они проводят открытые уроки, социально значимые акции, представляют передовой педагогический опыт, проходят обучение и получают дополнительное образование. У нас направлено на помощь, то есть как методическую помощь, так и помощь по организационным вопросам каким-то, по документации. И участвуем в конкурсах, то есть педагог года. Есть определенная у нас номинация как молодой специалист именно, и вот осуществляем поддержку. У нас все состоят, у нас также есть еще школа молодого педагога, в этом году ее сделали. То есть там уже мы работаем с опытными учителями, которые методически, опять же, направляют, что-то подсказывают. У нас к каждому прикреплен наставник, то есть по приходу в учебное заведение и помогает. А здесь получается, то есть мы собираемся, определяем, какой вопрос нам интересен, то есть что мы хотим узнать, и уже школа молодого педагога нам помогает в этом. На сайте управления образованием можно найти материалы о профессиональном развитии молодых специалистов, а также постоянно размещается информация о вакансиях. Я надеюсь, что программа, разработанная в Сахалинской области, поможет дальнейшему привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения, и к нам будут идти молодые педагоги, и коллективы школ будут молодеть, процветать и развиваться в эмоциональном режиме дальше. Остро стоит кадровая проблема и в сфере здравоохранения. В связи с большим дефицитом врачей, специалистов и среднего медперсонала, значит, Министерство здравоохранения Сахалинской области разработало программу, сейчас, в данный момент, это под программу номер 6, кадровое обеспечение системы здравоохранения государственной программы Сахалинской области развития здравоохранения Сахалинской области на 2014-2020 годы. И согласно этой программе и под программе в прошлом году к нам прибыло 7 врачей-специалистов, и в этом году, значит, 3 врача-специалиста. Под программа номер 6 дает право на получение единовременных выплат. Интересно, что материальная помощь сначала предусматривалась только врачам-специалистам, но так как не хватает и среднего персонала, для его привлечения специально разработали выплаты и медсестрам. Программа охватывает специалистов, прибывших из других регионов. Выплата единовременно идет с Министерства здравоохранения Сахалинской области, соцзащиты. И, помимо этого, значит, работодатель оплачивает проезд, провоз багажа, а если еще едет и к Иждивенец, допустим, с молодым специалистом, то еще оплата проезда и провоза багажа рассчитана и на Иждивенца. Так что, я думаю, что, в принципе, очень здорово, что эта программа заработала, что она работает, и ждем молодых специалистов. Нехватка специалистов создавала определенный кадровый вакуум. Работали люди, пришедшие еще в 70-80-е годы. Многие работают до сих пор. Стала прослеживаться тенденция старения кадров, но в последнее время ситуация меняется. Пришли разные специалисты. Среди них врач-анестезиолог-ревматолог, акушер-гинеколог, два офтальмолога. Попала, я можно сказать, случайно. Когда шло распределение, нам предлагали ехать в определенные районы. Ну, я просто взяла карту, пальцем указала и выбрала. Именно АХУ. Закончила я государственную медицинскую академию Амурской области, города Благовещенска. Проучилась там 6 лет, закончила интернатуру по специальности офтальмология. Ну, и вот таким образом я приехала сюда. Нам дали жилье, то есть квартиру однокомнатную, так как я одна, мне дали однокомнатную квартиру. Ну, во-вторых, на нас финансовые средства выделялись, то есть денежные средства подъемные давали, предоставили нам. Ну, единовременные выплаты. Также были выплаты с соцзащиты. Ну, как бы это самое такое, что нужно начинающим специалистам. Врачу самое главное, где жить, чтобы была зарплата достойная. Вот, и база, та база, которая, где работать. То есть здесь большой, как бы такой опыт можно получить. Очень много пациентов, очень много посещаемость большая. И много заболеваемости. Нехватка кадров, конечно, остается. И поэтому Ахинское ЦРБ работает по принципу призыва молодых специалистов. Перечень вакансий можно найти на сайте учреждения. Кроме того, ежемесячно в область подается так называемая потребность в кадрах. Не так плохо, не так плохо. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы побольше внимания обращали на наше ЦРБ, так как мы самые отдаленные. Очень трудно, конечно, выехать в Южно-Сахалинск. Обратиться к хорошим врачам. Хотелось бы, чтобы хорошие врачи работали у нас. Учреждения культуры и спорта несколько отстают от образования и здравоохранения. Но и им тоже есть чем похвастаться. Мне, как любому руководителю образовательного учреждения, очень приятно, что к нам возвращаются в городской округ и именно в наше учреждение наши воспитанники, которым присваивается статус молодого специалиста согласно нормативных документов, которые у нас идут по Сахалинской области. В этом учебном году к нам пришла на работу наша бывшая воспитанница, это подорожник Светлана. Она у нас ушла работать на отделение лыжной гонки. И также оформила в органах соцзащиты статус молодого специалиста и получает пособие. Тем не менее, еще мы, согласно нашего положения о системе оплаты труда, молодым специалистам предусматриваем надбавку в размере до 50% от фактической педагогической нагрузки. Как руководитель, директор Ахинской детской спортивной школы очень заинтересована в приходе молодых специалистов. Поэтому помимо предусмотренных выплат, дает премию по итогам работы. Вкупе все эти выплаты дают хороший итог. Тем более, если учесть, что молодые специалисты еще не могут взять большую нагрузку. Я всю жизнь, с детства практически занималась здесь лыжными гонками. Ходила к тренеру-преподавателю Селиванову Александру Федоровичу. До 11 класса я прозанималась, поступила в академию, отучилась 5 лет и поняла, что это моя профессия. Пришла сюда, приехала в Аху, вместе с семьей мы переехали. Наш руководитель Галина Ивановна Брудинская обеспечила нас работой, ну, точнее, меня работой. Выплатили подъемные, жилье. Ну, всем специалистам я очень рекомендую, потому что это как начальный подъем, это очень хорошо. Ну, люди приезжают, у них ни жилья, ни денег. Второй молодой специалист, работающий в Ахинской детской спортивной школе, Ульяна Измайлова. Как отмечает ее работодатель, она первая, кто, окончив институт, продолжает получать образование. Это специалист, которая окончила Хабаровский институт физкультуры, с отличием. И единственный специалист за время моей работы в школе, которая продолжает обучение в аспиратуре. То есть, это не мешает ей, вроде как, и заниматься образовательной деятельностью, вести учебно-тренировочный процесс, и еще, будем говорить, заочно учиться в аспиратуре, которая ведет определенную работу, то есть, человек развивается дальше. Да, я хочу сказать, что это за все время, вот, что я пребываю в школе, это вот первый такой специалист, который у нас обучается. Ульяна тоже бывшая воспитанница Ахинской детской спортивной школы, занималась плаванием. К окончанию школы приняла решение быть тренером. Поступила в Хабаровскую академию физической культуры. По окончанию вернулась домой и в родную спортшколу, но уже преподавателем. Попала как раз так в программу молодым специалистам. Я успела, ну, я попала под выплаты. Мне выплатили подъемные. И уже вот к концу второго года моей работы мне дали жилье. У меня теперь квартира. Такая программа необходима, потому что это дополнительный плюс, когда человек приезжает, ему уже не надо думать о жилье, то есть через какое-то время он получает квартиру, если он не местный. И в любом случае, какая бы там сумма ни была, она на первом этапе очень помогает. И даже не медикам, да, не педагогам, не только врачам, а людям со средней специальностью, в принципе, ну, можно устраивать такие программы. Продолжение следует...